День Неяркий свет на коленях плед Приятно помыть собой этот эр Тиш спит калачиком под рукой Мышь деликатно в углу скребется Оберегая мой покой Ночами сердце неслышно бьется Горит ночник стопка новых книг К себе я почти уже привык Войдите. День, конечно, шире. Старый журналист Питер Хоуп Заканчивал очередную статью для газеты «Центральные новости». Питер Хоуп был худощат и гладко выбрит. Волосы же его были из тех, о которых цирюльники говорят Немножко, знаете, редеет на макушке, сэр. Войдите, кто там. Дверь приотворилась и в комнату заглянуло маленькое белое личико, на котором светились яркие черные глаза. Понял, 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 появился. Статья еще не готова. Садитесь и подождите. Вы откуда, из центральных новостей или из курьера? Ну, что же вы молчите? Только тут мистер Питер Хоуп впервые обернулся и взглянул на вошедшего. Господи. Господи, понял. Что это? Поверх узкой синей шелковой фуфайки с огромнейшим декольте на странном посетителе была надета совершенно истрепанная мальчишеская куртка. Вокруг шеи было обмотано шерстяное кашне, из-под куртки падала длинная черная юбка, шлейф которой был обернут вокруг талии и подоткнут подременный пояс. Кто вы? Что вам нужно? Вместо ответа фигура схватила подол своей длинной юбки и начала заворачивать его кверху. Что вы делаете? Что вы делаете? Нет, знаете ли это... Здесь... Но тут из-под юбки показались заплатанные штаны, из правого кармана которых грязная рука извлекла сложенную бумагу, развернула ее, разгладила и протянула мистеру Питеру Хоупу. Бифштекс и пирог с почками. Четыре пенца. Вареные... Баранина. Мне там пришлось служить последние две недели в трактире у Хэммонда. Вы спросите ему, она может вам рекомендовать меня, а она мне сама сказала. Посмотрите, послушайте, милейший, вы... вы мальчик или девочка? Да... Эй, я не знаю. Как вы не знаете? Ну, они... не все равно. Ну... Вы... Как вас зовут? Томми. Эх... Ну, и что вам нужно? Зачем вы пришли? Ну, вам ведь нужно кого-нибудь, чтобы, ну, ходить за вами там, ну, стряпать, убирать, мести. И говорили, что вы славный простой старичок, хлопот с вами немного... Нет, нет, я не требователен, конечно, нет. Только бы была, ну, опрятная и приличная женщина. Ну, и что же она сама не пришла? Кто она? А... А хоть бы и я. Чем я... Не гожусь-то, чего я, не гожусь? Элизабет. Ой, господи. Элизабет, как ты думаешь, у вас нет или наяву? Проклятый сервис. Проклятые лондонские туманы. Да. Питер Хоуп подошел к Камиру и стал ворошить кочергой угли. Друг мой, я все-таки хотел бы знать, мальчик вы или девочка? Вы всерьез надеетесь, что я возьму вас в экономке? Да. А я отлично гожусь для вас. Вы мне дадите постель и харчи и... Ну, скажем... Ну, скажем... Скажем... Ну, шесть, скажем... Скажем, шесть пенсов в неделю. Вот. А ворчать я буду меньше их всех за то. Попомните, не смешите. Что? Вы не хотите меня испытать? Да что вы. Конечно, нет. Вы с ума сошли. Ну, хорошо. Пожалуйста. Дело ваше. Вот вам шилинг. Не надо. Берите, говорю. А я говорю, лучше не надо. В каких делах, знаете, никогда неизвестно, что из этого может еще получиться. Ну, а как хотите. Погодите минутку. Кто ваши родные? Чего? Это вы про что? Ну, с кем вы живете? С чего? Ни с кем не живу. Да. Куда же вы теперь? Куда я теперь? Думаю, переночую на улице. Знаете, чего дождя сегодня нету? И по делам тебе, Изалит? Как же я на тебя не наступлю, когда ты... Суешься под ноги? Сто раз тебе говорил. Правду сказать, Питер злился сам на себя. Без всякой к тому причины память упорно рисовала ему Илфордское кладбище, Илфордское кладбище, где уже много лет с половичным сном его жена, Маленькая хрупкая женщина, чьи легкие не приспособлены были вдыхать лондонские туманы, А рядом с нею еще более хрупкий маленький мальчик, окрещенный при рождении Томасом. Имя самое заурядное, как не раз говорит себе Питер. Моим из здравого смысла. Что общего мог иметь давным-давно умерший Томми Хоуп с сегодняшней странной историей? Все это чистейшие сантименты. А сантименты Хоуп презирал всей душой. Питер схватил удивленного Томми за кашлят и выволок на середину комнаты. Что вы что делаете? Сиди здесь и не смей трогаться с места, пока я не приду. Я буду в конце разомдеть, понимаете. Слушай, ну чего? Твой хозяин слегка тронувшись, что ли? Ну ладно, чего не бывает в жизни. Все, как раз, я вас понимаю. Я вас понимаю. Да, вот, вот, прошу вас, миссис Пост Уисел. Вот, вот то, о чем я вам говорил. Миссис Пост Уисел была полной солидной дамой, совершенно неспособной. И это чувствовалось удивляться чему бы то ни было. Да, да. Я ее видела, только она была девчонкой. Куда ты девала свое платье? Так оно же было не мое. Мне его дала миссис Хэммон. А это твое? Ну вот это, бывшая синяя фуфайка. Мое. Ты у кого в последнее время служила? В трупе Мартини. Да. А раньше? О, всех не вспомнишь? Да. Ну и сколько тебе лет? А, сколько мне лет? Ну я не знаю. В общем, не знаю я. Ну что же, мистер Хоуп. Ведь наверху есть кровать. Ну, ваше дело. Решайте. И ради всего святого, ну перестаньте бричать ключами. На вас лица нет. Понимаете, я терпеть не могу валять, дурака. Ну, правила хорошие. Да, да, конечно. Думаю, одна ночь не велика беда. А завтра что-нибудь придумаем. Ну что ж, Томми, сегодня ты можешь переночевать здесь. Ступай с миссис, она покажет тебе твою комнату. Вы хотите испытать меня? Ну, об этом мы потолкуем завтра. А, так вот, тогда послушайте, я вам прямо говорю, это не выйдет. То есть как? Что не выйдет? Вот то. Вы хотите отправить меня в тюрьму? В тюрьму? Да. Я знаю. Знаю, знаю, вы называете это школой. Так что вот, пробовали уже и до вас. Только этот номер не пройдет. Я никому ничего худого не делаю. Я хочу работать. Я могу, я, я могу содержать тебя. Я всегда, вот, и всегда. Ну, какое дело? Если б черные глаза сохранили свое гневное и вызывающее выражение, Питер Хоуп, старый тертый журналист, может быть, и не утратил бы здравого смысла. Но судьбе угодно было, чтобы эти глаза вдруг наполнились слезами, при виде которых здравый смысл Питера в неготование удалился из комнаты. И это положило начало многому. Ну что ж, Томми, сегодня ты можешь переночевать здесь. Ступай с миссис, она покажет тебе твою комнату. Вы хотите отправить меня в тюрьму? В тюрьму? Да. Я знаю. Знаю, знаю. Вы называете это школой. Пробовали уже и до вас. Только этот номер не пройдет. Я никому ничего худого не делаю. Я могу содержать себя. Я всегда. Вот. И всегда. Ну, какое дело. Ну, 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 не глупи. Ты не понимаешь. Конечно, я хочу испытать тебя. Только я хотел сказать, что завтра мы обсудим подробности. Конечно, подробности делай мне. Ну, перестань. Ну, экономики не плачут. Вы правда говорите честное слово? Честное слово. Теперь иди умойся. А потом приготовишь мне ужин. Да. Вы мне даете квартиру, да? Харчи и шесть песен в неделю. Да, да, да. Да, да. Я полагаю, это будет недорого. Ну, как вы находитесь? Прекрасно, прекрасно. Шесть песен в неделю. И еще платье. Ну, там, или штаны с курткой. Ну, это уж как водится. Да, да, конечно. Раз это принято, конечно. Прекрасно. Я думаю, что я больше не нужна. Да, да, да. Попробуйте. Ну, вообще-то у меня так. Давай, давай. Давай, давай, давай. Все. Все. А? Вот так-то лучше. Ей-богу, гораздо лучше. Вместо синей затрепанной фуфайки на Томми красовался большой платок, искусно скрепленный булавками. Ей-богу, у тебя вполне приличный вид. Итак, Томми, вот тебе полсоверена. Купи мне холодного мяса и пиво на ужин. Не приставай ко мне с расспросами и не шуми. Так. Ужасающей бедности в рабочих кварталах Лондона. Именно. Прекрасная мысль, дать ему сразу деньги. Да. Похоже, что теперь уже месяц Томми больше не будет нас беспокоить. В мои годы завести у себя детскую. Безумие. Да. Четверть часа. Я был прав. Да. Тогда почему же он не взял Шиллинга? Притворство, да. Уловка. Ничего больше. Это все-таки прекрасная мысль была. Дать ему сразу все деньги и отправить за покупками. У пингли еще. У пингли все распродано и пришлось идти к Бау на Фарнгтон-стрит. А вот оно что-то. Да. Просто пришлось идти туда. К Бау. Понимаю, понимаю, понимаю. Питер писал, сидя за столом. А Томми бесшумно сновал за его спиной. То в кухню, то из кухни. И что-то странное происходило с мистером Питером Хоупом. Он чувствовал себя так, как будто долгое время был болен. А теперь начинает выздоравливать. Дубовый стол, все такой же дубовый. Диван как скрипел, так скрипит и сейчас. Кукушка в часах, как всегда, бестолково. То спит целый день, то поет каждый час. Вроде все на прежнем месте. Почему же, почему Все не так, когда мы вместе Не пойму я, не пойму Так что же со мной было все эти годы? Неужто болел или спал на ходу? Не видел на шторах лиловых разводов. Не слышал, как дождь барабанит в саду. Вроде все на прежнем месте. Почему же, почему Все не так, когда мы вместе Не пойму я, не пойму Все не так, когда мы вместе Не пойму я, не пойму Господи помилый, тридцать лет Как, однако, время бежит Неужели мне уже Вы, 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 вы как пиво любите? С пеной? Я вам говорю, вы как пиво любите? С пеной или без пеной? Бабя, как я сразу не додумался А что блестящая мысль, надо пригласить доктора Смита И все сразу станет ясно Без пены Ты понял? Без пены Да, да Доброе утро Доброе утро, Томми Доброе утро Молодчина вовремя приготовил завтрак Ну, подай-ка мне Да, пожалуйста Что? Что это такое? Что это такое? Это кофе Вы ведь сказали кофе приготовить Я... Вот кофе Ах, кофе Да Так вот, Томми На будущее, если не возражаешь Да-да Я буду пить по утрам чай Да, конечно Хорошо? Ну, конечно, конечно, как хотите Завтракать вам, а не мне Да, так что, пожалуйста Да Как хотите, будет чай Вот что Да Да Так вот, да Что еще я хотел сказать Угу У тебя, Томми Не очень здоровый вид Ой, да нет, что Я ничего Я никогда не болею Нет, может быть, ты не замечаешь Как это я не замечаю? Бывает так, что человек не здоров и не понимает Как это человек может не замечать Я не могу держать у себя человека, если не уверен, что он совершенно здоров А я уверена, что совершенно здоров Если просто вы хотите избавиться от меня, то, конечно, так Ну, 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 довольно, довольно, довольно А что, если... Нечего губы дуть Я ничего Я говорю, что я Я буду рад пользоваться твоими услугами Если здоровье у тебя будет в порядке Вот то, я и говорю, что... Но я должен знать наверняка Хорошо, что в домах всегда так делают Но я говорю, что у меня дал Ну, что, сбегай-ка, вот, по этому адресу И попроси доктора Смита зайти ко мне Не знаю Прежде ли, чем он начнет утренний обход А я совершенно... Ступай, ступай немедленно. И, пожалуйста, без разговоров. Говоришь, никогда не болею. Если действительно никогда не болею. Если... Очевидно, с ним так и следует говорить. С этим маленьким Наполеоном. Ну, у меня есть 10 минут, чтобы тайком сварить себе чашечку нормального кофе. Вот так вот. Доктор Смитт, приехавший в Англию несколько лет назад под именем Герр Шмитт, был коротенький, толстый человек с такими густыми, кустистыми бровями и такими свирепыми, седыми усами, что дети начинали реветь в завиде его и ревели до тех пор, пока доктор, погладив их по головке, не заговаривал с ними таким нежным голосом, что они умолкали от удивления. Что же такое по-вашему с вашей маленькой девочкой? Ти-с-с. Прошу вас, тише, доктор. Хорошо. — Почему вы знаете, что это девочка? — Ну, если это не девочка, зачем ее так одевать? — Я не одевал. Я именно хочу одеть, как только узнаю, что вы... — Ай-яй-яй-яй, бедняжка, бедняжка. Само профитение привело ее к фауму. — Или, может быть, его... — Провидение. Обо мне провидение не позаботилось. Подсунул мне это дитя улицы. Изволь возить с ним. Мне нужно, чтобы вы определили, мальчик это или девочка. Чтобы я, по крайней мере, знал, что мне с ним делать, мне с ней... — Понятно. И что же вы тогда сделаете? — Ну, если это мальчик, можно найти ему местечко где-нибудь в редакции. — Хорошо. — А если девочка? — Ну, какая же это девочка, если она ходит в штанах? К чему заранее придумывать затруднения? Прошу вас, приступайте к осмотру. — Хорошо. Тридцать лет тому назад, в этой самой комнате, Питер так же шагал из угла в угол, ловя каждый шорох, долетавший сверху, повторяя те же слова. Хоть бы оказался мальчик, хоть бы оказался мальчик, хоть бы мальчик. — Не надо, это я не сниму. Я это не сниму. Не надо меня просить об этом. — Что я не могу, мальчик? — Ну, очень хорошо, друг мой. — Кто? — Совсем здоровый ребенок. — Кто? — Знаете, лучше невозможно желать. — Мальчик? — Нет. — Девочка. — Что? — Девочка. — Что же я с ней буду делать? — У вас некому присмотреть за девочкой, когда вам нет дома. Я нашел выход. — Да? — Да. — Какой же? — Вот какой. Я возьму эту девочку на свое попеченье. — Вы? — Да. Чушь. — Почему? Мне это не так трудно. У меня есть экономка. — Вы ее не знаете. — А Витовной ее знаете. — Во всяком случае, я не ношусь со своими сантиментами. Но мне кажется, что на мне лежит какое-то обязательство. — Питер. — Как джентльмен, ну джентльмен, скажу без околичностей, остерегайтесь перемен угроз свободе личности. Нужна мужчине тишина и дым-дымковой трубочки, а не болтливая жена и панталоны. — Как джентльмен, ну джентльмен, все выскажу по-братски я. Способный дать опасный кмэн привички холостяцкие. — Жена и деток полон дом. Нам всем нужны практически, Что было проверять на ком Свой тарт педагогический. — Твердо знаю я, Пусть один семья. И чувствуя себя древним римлянином, Питер распрощался с доктором. — Томми! — Да! — Томми! — Да! — Я здесь! — Я здесь, мистер Хоуп. — Но с Томми, отзывом доктора, я вполне удовлетворен. — Да, ну а я что? — Так что ты можешь оставаться. — Конечно, я и говорил, что я совершенно здоров, мог не поберечь свои денежки. — Прежде всего надо тебе одеться по-настоящему. — Нет, я ненавижу эти юбки. Вообще, они мешают ходить там. — Томми, не спорь. — Да я не спорю, я сказала. Я не спорю. — Томми, не спорь. — А я ненавижу юбки. Наденьте сами юбку. И попробуйте пройтись. Повлиц-трит. — Здорово. — Не, ладно, все. — Я бы хотела. — Все, не пререкайся. — Посмотреть бы. — Делай, что тебе говорят. — Даже в юбке. — Смотри. А сейчас марш на кухню. Я и так потерял с тобой уйму времени. — Да. — И не вздумай оторвать меня от дела по пустякам. — А я на кухне иду, а? — Я строг. Я очень строг. Я дьявольский свиреп. — Представляю юбочки. Неделя испытания подошла к концу. Питер Хоуп послушно жевал отбивны, похожие на конское копыто, и давился подгоревшей овсяной кашей. Но его слабый желудок взывал о немедленной помощи. Так что беднягу Питера, наконец, осенила идея. Знаешь, что, Томми, я хочу сказать Джейну, извини, Павелся, не худо бы нам взять женщину, только для кухни, ну, чтобы варить обед. — Как? — Тогда у тебя будет больше времени для другого Томми. Ну, то есть, я хочу сказать, Джейну. — Интересно. — Что? — Это для чего это другого? — Ну, я не знаю, но для уборки комнат в Томми, для вытирания пыли. — Понятно. Так вот, мне не нужно 24 часа в сутки, чтобы вытирать здесь пыль. — Ну, знаешь ли. — Вот так. — Если я что-нибудь сказал, значит, так и будет. — Да. — Так ты смеешь меня перечить, дерзкий мальчик, девчонка. — Да? Тогда. Вот тогда. Ну, хорошо. Ну, хорошо. — А, Тота. Так и следует впредь с ней объясняться. Твердо и коротко. Верно, Элизабет? — А, правильно. — Бедный Питер. Недолго он торжествовал. Пять минут спустя, Томми вернулась в черной своей юбке со шлейфом, заткнутым за кожаный пояс, в синей фуфайке с огромнейшим декольте, в засальной куртке и шерстяном кашне. — Томми, что это за комедия? — А что тут за комедия? Я вижу, что я не горжусь. Недельку подержали, на том спасибо. Я сама виновата. — Томми, не будь идиотом. — Нет, ты я не идиотка. Это все Эмма. — Она мне сказала, что я умею стряпать, это у меня прирожденная способность. А у меня, оказывается, вообще нет способностей. — Томми, сядь. — Сядь, Томми. Эмма была совершенно права. — Нет, не права. — Ты действительно подаешь надежду. — Да. — Эмма правильно говорит. У тебя есть способности. — Да-да. — Это доказывает твоя настойчивость. — Да, и тогда зачем же вы хотите взять другую кукарку? — Почему я не могу держать двух кукарок? — А твой свой, потому что держать двух кукарок, когда я делаю всего для одной. И значит, ты меня будешь держать двух кукарок с милостью. А я не нищенка. И довольно всякий вздор тут хородить. — Вам, вам кажется, сегодня, что ли, сдавать статью в Центральной Новости? — Ну и что же вы не работаете? Садитесь, в конце концов, и работайте. Я пойду пока на кухню там, ну, что-нибудь приготовлю вам на ужин. Вот. А вы садитесь и работайте. — Ничего себе. Положительно. Положительно я у нее под башмаком. Это мне другого назвать? Нет, Елизабет. Послушай-ка, мне нравятся независимые характеры. Но в Томе этой независимости уж слишком много. Откуда она только берется, че? Тебе? Да. Положение становилось весьма серьезным для Питера, хотя он и не признавался себе в этом. С каждым днем Томми, несмотря на свою тиранию, становилось для него все более и более необходимым. За тридцать лет это была первая слушательница, которая смеялась его шуткам. Первая читательница, убежденная в том, что он самый блестящий журналист на всей Флит-стрит. А Питер каждую ночь он осторожно крался наверх по скрипучей лестнице, чтобы, затемнив рукой свечу, подойти к ее постели и посмотреть спокойный ей ее сон. Если бы только Томми не стремилась непременно ухаживать за ним. Томми. Томми. Что же утром пора вставать? Послушай-ка, Томми, то есть Джейн, я знаю, что мне с тобой делать. Ну что? Это вы еще придумали. Я сделаю из себя журналиста. Ой, это не говорите, вы вздор. Это не вздор. И потом, как ты смеешь так отвечать? Ты будешь моим заместителем, Томми. Это невидимое существо, которое помогает мне работать. Ты будешь помогать мне, будешь собирать материал. Это для меня было бы даже выгодно. Да. Очень выгодно. Я на тебе много денег наживу. Да? Угу. Ну, это дело другое. Угу. Я вообще раз помогала одному там продавать газеты, он говорил, что я такая, ну, быстрая. Вот видишь, Томми, вот видишь? И поскольку мне всюду придется брать тебя с собой, мы, наконец, возьмем женщину для стряпни. Нет, вы лучше знаете, что вы испытайте меня сначала. Может быть, я еще для этого не гожусь. Отлично, Томми. Конечно, испытаем тебя сначала. Конечно, да. Ну, спи, спи. Ну, спи. Какой листик. Но случилось так, что свой первый опыт в журналистике Томми сделала совершенно самостоятельным. Ту-ту-ту. Черт знает что. Он неуловим. Томми, где мои сигары? Ну, вот же они. Прямо перед вашим носом. А что случилось-то? Кто вас тогда пек? Видите, Томми, в Лондон приехал некий, скажем, некий великий человек, принц Икс. Так. Он остановился в Сент-Джеймском дворце. И нет такого журналиста во всем Лондоне, Томми, который бы не мечтал получить у него интервью. Ну? Как бы это было важно для меня, Томми. Вот, вот смотри. Я целую неделю ношу в кармане вот этот лист бумаги, уже заглавленный интервью нашего собственного корреспондента с принцем Иксом. Ну, так и зачем стало дело? Он неуловим. До него положительно невозможно добраться. Чего я только не перепробовал. Кажется, все хитрости, все уловки. Нет, все впустую. Пропащи это дело там. Этому леску и место-то в корзине. Вот так вот. Да ну зачем же? Ой, я опаздываю. Обещал зайти на час к одной знакомой, известной романистке. Я ухожу, Томми. Будь умницей и вовремя ложись спать. Да это само с тобой, сэр. Ну, конечно. Сейчас прямо так и лягу. Пей, моя детка. Усни. Где этот? Где этот? А! Вот он. Нет, не все. А, вот он, это он. Так, интервью нашего собственного корреспондента Фринцем Икс. Так. Ну, ладно. Ну, держитесь. Час спустя в тумане у Сен-Джеймского дворца стоял мальчишка в заплатанных штанах и куртке с поднятым воротником и восхищенными глазами разглядывал часового. Эй, ты, полфунта Сажи, что тебе здесь нужно? Мне? Да. Да нет, ничего. Я только, знаете, думаю, ну, наверное, хлопотно должно быть, да, сторожить вот такую важную птицу, да? Понятное дело, беспокойство. Вот. А вот скажите, пожалуйста, он вообще в разговоре, как так он, ну, ничего, как бы, ну, обходительный или как? Ну, как сказать? Ничего, не серди ты. Как присматриваешься к нему, ничего. А скажите, а вот это что, вон там наверху, это что, его окна светятся, да? Его. Да ты, братец, ты уж не анархист ли. Это лучше скажи. Ну, я как почувствую, что на меня накатывает, я обязательно скажу. Знаете, вообще-то мне бы так хотелось поглядеть на него. Ну, братец, так ты поторопись, а то он нынче вечером уезжает. Как? Нынче вечером? Он уезжает сегодня совсем один. Так. В Осборн. Ага. Поездом 6.40 с вокзала Ватерлоу. Так. Никто об этом, конечно, не знает, кроме некоторых. Это уж у него такая манера. Понимаешь? Ну, вот. Все. Все. На вокзале Ватерлоу Томми обследовала все вагоны поезда, который должен был отойти в 6.40. Ее внимание привлекло огромное купе в конце вагона. На нем была надпись «Занято», а вместо обычных диванов там стоял стол и 4 мягких кресла. Заметив хорошенько, где находится это купе, Томми прошлась по платформе и растаяла в тумане. Уверенный, что никто не нарушит его уединение, принц Икс дремал, расстегнув пуговицы тугого жилета и вытянув огромные ноги поперек кресла. На минуту принцу Икс показала, что вагоне сквозит, затем ему приснилось, будто кто-то сидит напротив него. Сон этот ему не понравился, и он открыл сердитые маленькие глазки. Против него действительно кто-то сидел. Маленькое измазанное существо, стирающее кровь с лица и рук грязным носовым платком. Если бы принц способен был удивляться, он бы удивился. Вы не беспокойтесь только, я не анархист, я вам ничего худого не сделаю. Как ты сюда попал? Ну, вообще-то это оказалось труднее, чем можно было рассчитывать, но это не важно, я все-таки здесь... Если ты не хочешь, чтобы я передал тебя в руки полиции, так вот, советую отвечать на мои вопросы. Ну, мне же... Как же, мне же нужно было до вас добраться, а другого же способа не было. Вас вообще трудно поймать, вы на этот счет чрезвычайно ловкие. А ты расскажи, как тебе-то удалось? Значит так, там за ватерло есть маленький сигнальный мостик. Ну, поезд, понятно, должен был пройти под ним. Ну, вот, залезь туда, дождаться пузы, и все. Ночь, как видите, туманная, никто не заметил. Продолжай. Вот, а мне было известно, который вагон ваш. Ну, и как он подошел, я прыг вниз, ну, фонарь, знаете, фонарь прямо подвернулся мне. А с крыши? С крыши? Да ну, это уже вообще было не трудно. Там сзади есть такая маленькая железная штучка. И дальше ступеньки. И надо только спуститься по ним, а потом за окол готов. Вот. А, к счастью, ваша дверь была не заперта. Простите меня, пожалуйста, вы у вас... Нет, я... У вас не найдется носового платка. Мой весь, ну, испачканный, в крови. Ну, вот, возьми. Спасибо большое. Нет, нет, вытри нос. Да. Ты хочешь сказать, мальчик? Я... Я не мальчик, я... Я девочка. Девочка? Да, к сожалению. Я много слышал об английских девушках. Я уже было думал, что это несколько преувеличено, но... Так, эм... Да. Даже как-то... Ну, хорошо. А теперь, раз ты здесь, что тебе нужно? Вот, понимаете, мне нужно проинтер... Что, что? Сейчас, секундочку. По складам. Поинтервьюировать... Проин... Проинтер... Проинтервьюировать... Нет, скажи, нет, скажи правильно. Проинтер... 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 Проинтервью... Проинтервьюировать... Я понял, я понял. Проинтервьюировать... Кто тебя подбил на эту глупость? Назови мне его имя и сейчас... Нет, никто. Не лги мне имя. Маленькие сердитые глазки сверкали гневом. Но у Томми тоже были глаза. И они загорелись таким негодованием, что великий человек положительно спасовал. Это был новый для него тип противника. Я никогда не лгу... Никогда! Я прошу прощения. И так как принц, будучи на самом деле большим человеком, обладал чувством юмора, то ему пришло в голову, что разговор в таком духе между государственным деятелем, заправляющим делами империи и дерзкой девчонкой лет двенадцати на вид может, в конце концов, стать смешным. Поэтому принц придвинул свое кресло к креслу Томми и, пустив в ход свой несомненный дипломатический талант, мало-помалу вытянул из нее всю правду. Я склонен думать, мисс Джейн, что ваш друг мистер Хоук не ошибся. Я бы тоже сказал, что ваше призвание... журналистика. Вы мне позволите... Не надо, не надо, я знаю, я знаю. Полагаю, что вы заслужили это право. Ну? Так, значит, вопросы. Первый. Каковы ваши взгляды? Взгляды на будущее? Политические, социальные? Не мучайся. Может быть, проще будет, чтобы я сам написал? Да. Пожалуйста. Понимаете, дело в том, что я, ну, в общем, пишу, ну, действительно так не важно, как бы. Вот. Только вы там ничего не пропустите. Хорошо? Я постараюсь, я постараюсь оправдать ваше доверие, мисс Джейн. Только когда поезд замедлил ход, принц кончил писать. Он промокнул написанное, сложил бумагу и поднялся с кресла. Вот. Вот вам ваше интервью. Спасибо. А затем я бы желал, чтобы вы мне обещали, мисс Джейн, никогда больше не проделывать таких опасных акробатических трюков. Даже ради такого святого дела, как журналистика. Обещайте. Ну... Ведь я много сделал для вас. Вы даже и не подозреваете, как много. Ну, ладно уж. Ладно. Обещаю. Фонарь платформы осветил лица принца и Томми, стоявших друг против друга. Принц, пользующийся репутацией человека раздражительного и вспыльчивого, сделал вдруг странную вещь. Взял свои огромные лапы, измазанные кровью личико, и поцеловал его. От колючих седых усов пахло дымом, и этот запах навсегда остался в памяти Томми. Где он? Ну, 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 как... Где он? Она! Это... Это... Это дрянная девчонка. Где ты болталась, черт меня побери? Я поднял на ноги всю полицию. Ой, ну, что вы трепыхаетесь? Что? Что? Ну, вы же трепыхаетесь, как пререзанная курица. Ой. Ей-богу, ну, стараешься для него, стараешься. Но от вас никакой благодарности. Ой, ну, ладно уж так и быть. На, те. Получайте ваш листок. Что? Это? Это... Это... Это невероятно. Томми, как? Где? Да, пустяки. Пришлось показать вам, как берут интервью. Настоящие профессионалы. Спокойной ночи, сэр. Вот, собственно, и все. Следует только добавить, что миловидная, веселая и молодая женщина, широко известная под вполне пристойным и добропорядочным именем и фамилией, бывает теперь желанной гостьей на многих литературных сборищах. Но старые друзья и по сей день зовут ее Томми. Гадко, ютенок, правда, что лебеды в тихом омуте точно ли черти водятся? В карманах не камешки, я в них ношу мечты. Кидаю на счастье, круги по воде расходятся. Зернышко правды Вырастет сказочный куст Стройная девушка Из угловатого мальчика Мы станем другими На ощупь, на вид и на вкус И будем умно кивать И не тыкать пальчиком Что в этой песенке Зреет смех или грусть? Кто там сидит в яйце, Петушок или курица? Где мой читатель? Кто не друг и друг? Нет, отвечай, Только хитро так все лица К юбилею Марина Ниевна. Спектакль «Тонни» Автор Джером Клавка Джером Инсценировка Димы Рубиной Режиссер Александр Альбистов В ролях Марина Ниевова Евгений Евстигнеев Александр Ширвинг Ольга Викланд Евгений Весник Борис Иванов От автора Олег Табаков Музыка Татьяны Островской Текст песен Сергея Таска Артагедир Корректор А.Кулакова Продолжение следует...